Уважаемые коллеги, из года в год, благодаря поддержке организаторов Восточного экономического форума, Администрации президента, правительства России, Росконгресса, Дальневосточного федерального университета, в рамках ВЭФ проводятся традиционные документальные выставки и конференции Российского исторического общества, объединяющие профессиональных историков из разных стран мира. Эти дискуссии не просто предваряют собой обсуждение актуальных политико-экономических вопросов, а способствуют, на мой взгляд, формированию более глубокого и целостного взгляда на многосторонние отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Совсем недавно, 3 сентября, мы отметили 78-ю годовщину победы во Второй мировой войне, которая была окончательно одержана именно здесь, на Дальнем Востоке. Разгром немецкого нацизма и японского милитаризма, осуществленный благодаря решающему вкладу Советского Союза, позволил миру дать принципиальную оценку и преступным расовым доктринам, и прежним западным колониальным практикам. Спустя всего несколько лет после Великой Победы, десятки народов Азии и Африки смогли вступить на путь свободного и суверенного развития. В те времена казалось, что эпоха колониального господства навсегда канула в лету. Однако сегодняшняя политика стран так называемого коллективного Запада заставляет весь мир ощущать эффект дежавю. Ренессанс прежних колониальных подходов, в основе которых лежит разделение человечества на две неравноправные части, остро ощущается во многих сферах международных отношений, не исключая и образовательное сотрудничество. Например, не секрет, что западный подход к экспорту образования сводится к импорту самых умных и талантливых молодых людей в западные государства из незападных государств. Их забирают к себе, увлекая личными перспективами. А что получает в результате государства донор? Попросту ничего. В то время как российский подход прямо противоположен. Мы делаем ставку на то, чтобы обучить способных иностранцев у нас, дав им затем возможность вернуться на родину и реализоваться там. Таким образом, Россия помогает своим международным партнерам и получает надежных друзей, которых уже не обмануть разного рода фейками о нашей стране. Ведь они видели ее сами собственными глазами, прожили здесь самые интересные годы жизни. Руководствуясь поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Миноборнауки России активно поддерживает научные исследования истории колониализма. В эту работу уже включилось немало наших ведущих академических институтов и университетов, которые всегда открыты к сотрудничеству с заинтересованными зарубежными партнерами. Рассчитываю, что некоторые результаты этих исследований будут представлены в рамках сегодняшней конференции. Желаю вам, уважаемые участники конференции, плодотворной работы, новых идей и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова